В честь 125-летия со дня рождения выдающегося казахского поэта, государственного деятеля, писателя и драматурга Сакена Сейфулина, в Уральске проходят Сакеновские чтения. В конкурсе принимают участие ученики всех городских школ. Сегодня стартовали Сакеновские чтения, в которых принимает участие 52 ученика школ областного центра. Все они сами выбирали произведения, которые представили на суд жюри. Айнара Аманбай учится в пятом классе средней общеобразовательной школы номер 10. Для девочки это не первый большой конкурс. Перед жюри она с чувством, толком и расстановкой исполняет произведение великого писателя и, конечно же, надеется на победу. Сегодня я прочитала произведение Сакена Сейфулина, которое называется «Раненая сайга». В нем поэт рассказывает знойную степь, по которой, задыхаясь от боли, бежит раненая сайга. В нем автор описывает не только сцену охоты, но и выражает свое душевное состояние. Мне очень понравилось, оно эмоционально, поэтому я выбрала именно это произведение. Сакен Сейфулин написал немало произведений, которые до сих пор живут в народном репертуаре. В них он рассказывает о природе, быте народа и, конечно же, истории. Он первым в казахской советской литературе воспел чувство нового человека, стал выразителем дум и чаяний своего поколения. Мы должны прививать любовь к творчеству детям с малых лет. Они должны знать, что такое патриотизм, любовь к своему народу и краю. Эти ребята должны вырасти достойными гражданами своей страны. Сакен Сейфулин – уникальная личность, о которых должны знать все. Он не только Аххан и писатель, общественник. Он человек, который боролся за свой народ. Конкурс проходит в два этапа. На первом участники рассказывают произведения поэта, а во втором конкурсанты продемонстрируют гостям свои стихи и песни, посвященные Сакену Сейфулину. Сейчас дети активно участвуют в подобных мероприятиях. Они сами знают, какие произведения хотели бы рассказать. И с ними можно поговорить о творчестве поэта. Они не просто заучивают стихи, они эмоционально проживают его. И выступление сегодняшних конкурсантов тому пример. Необходимо отметить, что 14 октября в школе номер 11 пройдут областные исакеновские чтения, в которых примут участие школьники со всех районов области. Юлия Мутылова, Алтымбекты Нашкалеев, Айдос Кисимов, телеканал Акжейк.